привет всем на кухне для всех здесь мы готовим разные вкусные домашние и самое главное наша философия наша цель показывать вам рецепты простые которые сможет любой повторить не перестаю повторять это из видео видео потому что вас становится с каждым днем все больше больше и больше поэтому нужно чтобы это знали все и если вы случайно попали к нам на канал добро пожаловать подписывайтесь если вам все понравится ставьте лайки и пишите комментарии а сегодня мы будем готовить bigos с сардельками это очень вкусное блюдо прям на ужин можно смело заточить дети будут в восторге бабушки-дедушки будут в восторге девочки и мальчики и в общем все будут в восторге все будут в восторге от вкусного bigos с сардельками давайте начинать готовить наш bigos я буду вот такой вот чугунно эмалированной кастрюле которая у нас уже стоит разогревается пока я занимался предыдущей болтологии вот и отправляю туда растительного масла необходимые ингредиенты вы увидите в течение всего видео а грамотки которые вы постоянно у меня просите смотрите в описании под видео они там есть всегда в растительное масло мы отправляем нарезанную свиную вырезку вот такие вот кубики вот такие вот квадратики ну примерно полтора два сантиметра сторона этого кубика отправляем нашу кастрюлю обжариваем нашу свинину до образования румяной золотистой корочки наше мясо обжарилась и мы отправляем репчатый лук нарезанный полукольцами продолжаем обжаривать мясо с луком примерно одну минуту теперь мы добавляем нарезанную тонкой соломкой морковку и обжариваем примерно две минуты теперь мы добавляем нашинкованную соломочкой белокочанную капусту добавляем соль хорошо все перемешиваем и обжариваем две минутки наша капуста прижарилась до нужного нам состояния я ее выровнял по поверхности чтобы не было никаких бугроб теперь мы отправляем туда примерно полстакана горячей воды чтобы у нас не было перепадов температуры и накрываем крышкой и оставляем тушиться 30 минут периодически на всякий случай чтобы у нас ничего не подгорело мы это дело будем перемешивать а через полчаса мы с вами увидимся у нас прошло полчаса я два раза по чуть-чуть добавлял горячей воды потому что она выкипала испарялась особенно после того как я поднимал крышку чтобы помешать пару ходил соответственно жидкость с нашей кастрюльки убегала в этот момент регулируйте сами самое главное чтобы у вас не был суп и в тот же момент ничего не подгорало держите вот эту золотую серединку он смотрите что у нас получилось капуста у нас достаточно хорошо приготовилась ну и влаги как вы видите практически нету это то что нам и нужно теперь мы отправляем в нашу кастрюлю сардельки который я порезал на кружочки сразу отправляем туда один лавровый листик отправляем черный молотый перец куркуму и смесь пряных трав и хорошо все перемешиваем периодически помешивая мы продолжаем тушить наш бигас в течение 10 минут потом мы его подаем и пробуем вот такой вот у нас сегодня получилось с вами простое и не замысловатое в приготовлении блюда давайте пробовать мясо свинина очень мягкая ну это вырезка и тем более столько тушилось капуста это выше всех похвал реально готовьте не пожалеете ваши близкие будут в восторге гарантированно такое кстати можно приготовить в казане на природе на костре будет просто шикарно но как вы видите можно и дома в кастрюльке кстати говоря когда вы нарежете капусту и увидите количество вам может показаться что сарделек надо побольше добавить не ведитесь капуста значительно уйдет в объемах те пропорции которые написаны в описании прямо соблюдайте и не ошибетесь реально проверено но на сегодня всем пока спасибо что были со мной на этой кухне для всех ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии в общем делайте любую активность на канале и я вам буду за это очень сильно благодарен но на сегодня всем пока до скорых вам встреч скоро увидимся удачи и и у и и Продолжение следует...